Я предлагаю познакомиться с нашими звездными гостями, а чуть с другой стороны знакомиться. Итак, все знают, сегодня в студии «Утро» на седьмом канале прошу встречать Владислав Курасов. Доброе утро. Тут у меня поллиста сценария регалий на самом деле. Певец, автор, композитор, финилист телевизионного шоу «Х-Фактор-2», победитель многочисленных телевизионных вокальных шоу, телеведущий, актер, в общем, клипмейкер. Это половина. Это половина. Кстати, Владислав был у нас в гостях. Да. Я помню, я помню. Еще в нашей старой студии. И Елена Соловьева, менеджер продюсерского центра «Старт-тайм». Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в студии. Сегодня много чего интересного у нас. Мы ожидаем от вас свежих новостей, премьера клипа. Все это будет впереди в ближайшие несколькие минуты, так что не вздумайте переключаться. А пока давайте проанонсируем событие, громкое событие, которое сегодня будет вечером. Сегодня вечером в ночном клубе «Ибица», небезызвестном среди всех одесситов, гостей страны и города, состоится всеукраинская телевизионная премия «Simple the Best». Эта премия, которую мы проводим уже седьмой год подряд, она всеукраинского масштаба. Она создана для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Есть две номинации, есть дети, которые хорошо поют, достигли результатов в этой области, они могут посоревноваться. И есть дети-модели, красивые, харизматичные, симпатичные, которые тоже ищут признание. Собственно говоря, эту премию мы создали именно зачем? Дети в течение года, артисты, те, кто занимаются, они очень много вкладывают в себя труда. И мы хотим их за это наградить. То есть, знаете, наверное, есть премии такие, как MTV Music Awards, там M1 Music Awards, да, а мы сделали такую же премию, проводим ее в Украине, именно в Одессе, на берегу моря, вот на одной из самых крупных площадок. Это такая первая ступенька для начинающих музыкантов, наверное. Это первая ступенька для начинающих музыкантов, совершенно верно. К тому же у них действительно есть шанс, что они будут замечены, потому что мы привлекаем внимание очень большое среди, наверное, звезд нашей украинской поп-сцены. К примеру, в прошлом году к нам приезжал Монатик, это был специальный гость премии. Вот, среди участников у нас это Николай Сосин, это музыкальный продюсер канала СТБ, это Роман Тодореску, вот, и вот в этом году мы пригласили Владислава Курасова, вот. Я был прав, в этом назад. Да, мы очень любим Владислава, очень наши даже некоторые участники, они именно захотели участвовать в премии, только потому что это очень масштабное событие, потому что там будет именно Владислав, они очень любят его творчество, это правда, вот. Плюс у нас снимать премию будет канал M1 музыкальный, то есть это действительно всеукраинский масштаб, это не громкие слова, и освещаться-то будет на канале M1, поэтому все юные дарования, вот, смогут уже попасть на большое телевидение. И теперь я буду знать, что от меня гораздо больше зависит от детей в этой телевидении. А, это правда, больше ясно. Ранее я не обладал этой информацией, да, вместо... Ранее было легче. Да, да. Ну, ведь правда, у тебя огромное количество фанаток, причем они все весьма, ну, чаще всего весьма юного возраста, это, наверное, приятно и добавляет какой-то особый энергетик на концертах. Ну, кстати, это такой распространенный миф вот на протяжении всего самого начала X-Factor, потому что, да, то, с чего я начал, собственно, свой какой-то артистический путь, и вот как-то... Я тогда был маленьким, и ко мне вот это приклеилось такое клеймо, что за мной ходят на мои концерты только дети. На самом деле это правда не так. У меня очень большой возрастной такой разбег, и это очень приятно. Самый взрослый поклонник ваш? Сколько ему лет? Если вы знаете. Я думаю, что за 70 где-то. Буквально мы работали... Я работал в Одессе на 1 июня, на Дерибасовской, на День защиты детей, и очень было приятно после выступления, просто это большая редкость, когда подошел дедушка, ну такой уже вот прям пенсионер-пенсионер, и поблагодарил меня и сказал, что он написал стих для меня, и куда же он может его передать. И мы читали его сегодня, вчера утром, и это было очень... Александр Белый, наверное, да, который подходит ко всем... Подходит к людям и дарит... Предлагает стихи, да, авторские. Нет, это был бесплатный стих, он действительно был обо мне, и это было правда. Он на самом деле любит писать стихи, да, мы как только объявляем какой-то стихотворный конкурс в эфире, это все превращается в эфир чудецов. Ну это клево. Скажи, вот сейчас фестиваль посвящен вот этот вот вечерний сегодняшний праздник именно детям. Как ты начинал свое творчество? Да я начинал так же, я занимался в различных просто, пытался ходить в различные кружки, в музыкальные школы, да, в парадические центры. Если я вижу, что здесь родители очень много, вот, как сказать, они двигают своими детьми, они вот стремятся, вкладывают, то у меня просто было наоборот. Я свою маму тягал, веди меня туда, а завтра то, послезавтра третье, а завтра надо на тот конкурс, а послезавтра на этот. Ну, такое же, думаю, насыщенное детство, артистическое, как и у ребят, которые сегодня будут получать первые свои премии. Родители сейчас поддерживают в этом движении? Потому что я знаю, что в детстве чаще действительно у родителей скептическое мнение, вот лучше бы, там, был экономистом, что же это такое, все песенки, да, песенки, да. Наверное, каждый, кто связан так или иначе с творческой профессией, ну, чаще всего поддавался скептическому отношению в детстве. Тебя как было с этим? Я думаю, что, наверное, я в этом плане счастливый человек, мне повезло никогда никто, я не слышал ни от кого, да, что это не мое дело, не стоит об этом думать. Тем более, что, мне кажется, моя мама знала, что это мой единственный путь, не дай бог, там-то будет математика или что-то еще бы не получится. И поэтому никогда не было. Все меня поддерживали, и мне кажется, я даже изначально как-то с детства ставил себя так, что я четко уже сказал, это мое, и я буду заниматься этим всю жизнь, поэтому как-то так. Немного продолжим о твоем творчестве. Премьера клипа была, расскажи об этом. Да, я осенью выпустил, наконец-то, за пять лет свой первый альбом. Это для меня такое какое-то событие важное. Причем до того, как я его записывал, я даже у вас на студии, я сейчас помню, я говорил о том, что для артиста сейчас не важно выпускать альбомы, сейчас век такой стриминговой музыки, все качают с интернета. Но на самом деле, когда я подержал этот альбом в руках, ощущение, что ты просто выносил 9 месяцев до ребенка, и, собственно, это что-то такое твое родное. И мы сняли несколько замечательных клипов с этого альбома, и вот последний, которым я очень горжусь, мы сняли с Александром Филатовичем, это один из топовых клипмейкеров Украины, и я очень рад, что мне удалось с ним поработать. Песня называется «Вуду», такая очень мистическая, магическая, и я надеюсь, что всем понравится. Да я просто в этом уверена, потому что молодежное творчество, оно всегда отличное, всегда бодрое, ну и новое видение современной украинской музыки. Я предлагаю вам тоже, кстати, сейчас прямо и посмотреть это видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok